Хотел наказать подчиненного, а к дисциплинарной ответственности привлекли самого. На заседании Совета по этике рассмотрели дело в отношении заместителя руководителя областного управления инспекции труда и обсудили поступок заместителя Акима города. Ее обвиняют в превышении полномочий и неэтичном поведении. Все подробности далее. Эта история длится около года. Заместитель руководителя управления госинспекцией труда подозревает одного из инспекторов в совершении коррупционного правонарушения. Арман Жалелов обвиняет своего подчиненного в том, что при расследовании несчастного случая в одном из ТО он действовал предвзято. На основании обращения Жалелова департаментом ранее была проведена проверка деятельности управления. По итогам проверки доводы, указанные в обращении Жалелова, не подтвердились. Департаментом по итогам проведенной проверки в действиях должностных лиц инспекции труда нарушение законодательства о государственной службе. Порядка наложения дисциплинарного взыскания на адмгослужащих и норматического кодекса не усмотрено. Но результаты проверки Армана Жалелова не удовлетворили, и он обращался в другие ведомства в надежде добиться правды. Только никто оснований наказать инспектора не выявил. Правда, дисциплинарное дело все же открыли, но только в отношении самого заместителя. Теперь ему придется понести ответственность за необоснованное обвинение. Вино чиновник признал, говорит, руководствовался законом. В старом административном кодексе статья гласила так, что поводом для возбуждения административного производства являлось непосредственное обнаружение нарушений, что внесено изменения. Ну, я узнал уже в июне месяце, то есть в областной прокуратуре, когда вот это просматривали, только тогда я увидел, что в эту статью внесены изменения. В апреле месяце, как говорится, я не знал. Но, как известно, незнание закона не освобождают от ответственности. Теперь Арман Жалелов сам понесет наказание. Нарушение этических норм, которое выразилось в необоснованном неоднократном обвинении государственного инспектора труда Сагдеева, а также создание в коллективе неблагоприятной атмосферы для работы, значит, вношу предложение объявить господину Жалелову Арману Растановичу строгий выговор. Члены Совета по этике единогласно поддержали это предложение. Не были они так единодушны при обсуждении дисциплинарного дела в отношении заместителя Акима Петропавловска. После отказа владельцев бутиков, построенных на Красной линии, получать уведомления об отчуждении земель, Саня Осмаилова с подчиненными и полицейскими отправилась сообщать об этом бизнесменам лично. Не имея по своей служебной деятельности отношения к процедуре принудительного отчуждения земельных участков и в целом к вопросам жилищно-коммунального хозяйства, нарушение требований закона о государственном имуществе и земельного кодекса по собственной инициативе организовала проведение рабочего обхода по торговым павильонам. Саня Осмаилова при встрече с предпринимателями допустила повышенный тон разговора о угрозу невежливого и некорректного высказывания в их адрес по поводу сноса торговых павильонов. Сама Саня Осмаилова уже на второе заседание Совета по этике не является. За нее держит ответ руководитель аппарата Акима Города. По ее словам, визит заместителя градоначальника к бизнесменам носил ознакомительный характер и соответствовал должностным обязанностям. Перед предстоящей оценкой она должна была посмотреть, что и как это, ну в общем-то, какая будет оценка происходить, чего будет происходить. Да, она разговаривала громко, потому что абонент шел по ватсапу, просил, говорите громче, плохая слышимость. То, что вы говорите сейчас, она говорила там, все равно вас снесут, вы пойдете под снос, но вы знаете, это на самом деле так. Потому что, ну не в этом году, на следующий год. Вы видите, развивается, да, и мы не можем стоять на месте. Пришло время уже нам приводить приватную площадь в нашу соответствию. Только предприниматели с этим не согласны и настаивают на неэтичном поведении госслужащей и требуют наказания. Тут мнения членов Совета по этике разделились. С перевесом в один голос они рекомендовали вынести выговор заместителю Акима Петропавловска. Всего на заседании рассмотрели четыре вопроса. Алина Боржанова, Даниил Тарасов. Новости МТРК.